Добрый вечер! В Москве 9 часов вечера вы смотрите завершающий выпуск информационной программы «Здесь и сейчас». Я, Павел Лавков, коротко расскажу о главных властях. Десятки мирных жителей, в том числе двое детей, убитые и ранены сегодня в результате возобновления полномасштабных военных действий на востоке Украины. Сегодня в течение всего дня Донецк и Горловка подвергались артиллерийским обстрелам. Цитирую, по состоянию на 6 вечера в Донецке все так же ведется артобстрел вооруженными силами Украины по районам города. Сейчас известно о пяти погибших мирных жителях, заявили Донецкому агентству новостей в администрации города. Кроме того, Министерство обороны Украины заявило, что двое детей в возрасте 7 и 16 лет погибли в Донецкой области в результате обстрелов из установок Грата. Еще один ребенок ранен. В Горловке в результате обстрелов погибли по меньшей мере два человека, 16 раненых. Сегодня же, по данным сепаратистов, над Горловкой были замечены украинские бомбардировщики Су-24. Украинская сторона заявляет, что использует в зоне конфликта только медицинскую авиацию. Украинские силовики заявили о том, что со стороны ополченцев в общей сложности было совершено 63 обстрела в разных районах конфликта, в том числе у Донецкого аэропорта на Дебальцевском и Мариупольском направлениях. В свою очередь, сепаратисты заявили о 40 обстрелах Донецка со стороны украинской армии. Сегодня днем спикер информационного центра Совета национальной безопасности и обороны Андрей Лысенко подтвердил, что украинская армия начала массированную операцию в аэропорту Донецка. Цитирую, украинское командование приняло решение о массированной операции по возвращению и передаче нашим бойцам территории, которая сейчас находится в Донецком аэропорту, цитирует Лысенко, агентство ТАСС. По его словам, сейчас аэропорт контролируют силовики, в то же время представители ДНР утверждают обратное. Там говорят, что украинских военных в аэропорту не осталось. С раннего утра в Донецке практически не прекращается канонада. Впечатление такое, что грады стоят рядом с каждым домом, дрожат стены и окна. Цитирует Deutsche Welle слова от жителей центральных районов города. Телефонная сеть перегружена, люди в панике звонят друг другу. Чтобы выяснить, что происходит, дончане в частности сообщили Deutsche Welle об активных боевых столкновениях в районе Путиловского моста, который по предварительным данным уже разрушен. В результате этот мост, скорее всего, действительно, как показывает фотография, разрушен. Это основной путь от Донецкого аэропорта к городу. Жители Киевского района, который прилегает к аэропорту, сообщают о том, что сидят без света, газа и воды. Поступает также информация о многочисленных попаданиях в снаряды в жилые дома, как в центре города, так и в пригородах. Недалеко от линии огня. Ранее сегодня Генштаб Украины сообщил, что за минувшие сутки в аэропорту Донецка погибли четверо военнослужащих. Еще 31 человек ранен. Итак, у нас на связи спикер информационного центра СНБО Андрея Лысенко, у которого мы должны узнать последнюю информацию. Российские власти отреагировали на эскалацию военных действий в Донецке. Москва призывает к скорейшему полному прекращению боевых действий, возгновлению режима перемирия на Юго-Востоке. Об этом говорится в заявлении МИДа России. В МИДе отметили, что 16 января должна была состояться очередная встреча контактной группы. Представители ДНР и ЛНР прибыли в Минск, однако, по их словам, украинские представители не появились в столице Белоруссии и отказались связываться по скайпу. Тем не менее, делаем все возможное, чтобы контактная группа собралась в самом начале следующей недели. Призываем ее участников не допустить очередного срыва, говорится в заявлении МИДа. Также на Смоленской площади призывают, цитата, всех членов международного сообщества потребовать от украинских властей отойти от логики конфронтации и отказаться от курса на силовое подавление Юго-Востока. Также конфликт на востоке Украины сегодня прокомментировал пресс-секретарь президента Путина Дмитрий Песков. По его словам, в ночь с четверга на пятницу российский президент направил письмо главе Украины Петру Порошенко, в котором обеим сторонам конфликта предлагался конкретный план отвода тяжелой артиллерии. К сожалению, украинская сторона отказалась от этого плана и не выступила со встречными предложениями. Более того, снова начала боевые действия, рассказал Песков. Также к мировому сообществу обратились и представители самопровозглашенных республик. Глава ДНР Александр Захарченко заявил, что Киев воспользовался перемирием для перегруппировки своих вооруженных сил и вновь пытается развязать войну.